Привет всем! Сегодня 3 сентября, 2024 год. Вы с Олегом Соскиным на вашем канале. Сделал вам уже много материалов сегодня. Посмотрите. Ну, конечно, последняя это вот эта трагедия в Полтаве, в этом институте Зелецких Редсвязей. Там были и курсанты, и вот эти все радиолокационные системы подготовка. И были, как пишут, и другие. Вопрос в том, кто их собрал. Для чего их собрали в таком объеме столько людей? Дальше прилетело две ракеты. Искандер, М. Так что тут все дальше понятно. Баллистика. Ну, кто-то должен за это. Не кто-то должен. Зеленский лично. Сирский и Зеленский должны отвечать. Павлюк должен обязательно отвечать. В принципе, нужна процедура импичмента Зеленского начаться. Сейчас увидим, есть какие-то еще здоровые силы в обществе или уже нет. Или тогда уже переход к бунту, к восстанию, к открытым формам гражданской войны. Уже к этому очень близко. Я думаю, сегодняшние события, они очень серьезно приблизили ситуацию к гражданской войне, открытой в Украине. Ну, увидим, есть какая-то еще. Есть люди, я считаю, которые могут и должны взять на себя сейчас ответственность. Просто надо сказать этим детям, этому театральному балагану, что, ребята, ну давайте быстренько написали заявление и все, и, как говорится, собрали вещички и гудбай в вокзал. Как там? Чемодан в вокзал и вас здесь пока нету. Пока уголовное дело не открыто и так далее. Если есть такие силы. А если нет, ну тогда уже все. Тогда уже тоже понятно. Ну, всегда были. Ну, а еще очень важный момент. Параллельно это происходит. В Украине огромная трагедия. Плюс прорыв идет же давление на Покровск. Там тяжелейшая ситуация. Потеря сел этих кладбищ. На Курском направлении никакого шуспеха нет стратегического. Все там заглохло у этого Сирского. Вот. Ну, Сирский он, ну что? Ну, я вам объяснял. Ну, это ж, ну, он не может быть лидером. Ну, это невозможно. У него нет стратегического. Он не стратег. Он не главнокомандующий, понимаете? Хороший такой парень, который может организовывать цепкооборону. Но не более того. Убирать надо его вместе с этим его Бардаловичем, Генштабом и так далее. Ну, я вам объяснял, как что надо делать. Но это бесполезно. Вот. Ну, а теперь давайте про Шоу Путина. Ну, у Путина все отлично. Он белый и пушистый в монгольском шоколаде. Кумысом они его там поят этим кобылиным. Вот. Все у него здорово там. На высочайшем уровне они его приняли. С этими лошади его встречали. На них всадники сидели. Лошади очень хорошие, симпатичные. Вот. Все как положено. Все как положено. Гимны играли. Поставили его под беседку туда, под красную. Так что Путин, конечно, там балдел по полной программе. Короче, Монголия плюнула на этот МУС, пустила его, этот международный трибунал, уголовный суд, Гарский трибунал, в унитаз. Вот. И на этом все. Путин пошел, так сказать, на него по малой нужде сходил, на их статут римский. И имел он их всех в виду. Маленькая Монголия, очень такая слабенькая, там вообще куда-то нечего смотреть, там около трех миллионов населения. В юртах живут, до сих пор в домах жить не могут. Вот. Маленькая Монголия вот так взяла и про это самое, профурычила этот весь Гарский трибунал. Кстати же, этот премьер Схов приезжал как раз 2-го числа в Запорожье. Там сразу после этого тоже прилетело, дитя 8 лет погибло. И еще там несколько человек пострадали. Вот. Как Зеленский куда-то приедет? В Полтаву же он тоже вроде недавно ездил, да? Или как? Что-то надо посмотреть, когда он в Полтаве был. Так обязательно надо что-то нехорошее ждать. Он вообще несет. Он губитель Украины. Что, не видите? Особенно после того, как эти все проголосовали за закрытие этой церкви, началась просто вообще какая-то черная полоса. Черная. Еще этого за Дмитруком погони эти устроили. Что-то не то делают. Что-то не то делают. Символы какие-то не те. Надо по Тураеву, может, с этим гетьманцевым на фронт бросить бы. Может, оно бы помогло, что-то по тех двух бы туда отправить на фронт. Как думаете, нет? То есть мы можем что сказать? Что по сути уже все. Уже надо создавать временное правительство национального спасения. Я думаю, надо во главе этого Кивалова ставить. В конце концов, нормальный человек. Ему лет 70. Это ж такое дело. Он имеет очень серьезные связи, возможности, концы и так далее. Есть еще у нас люди такие, скажем, как Азаров. В конце концов, это тоже очень опытный человек. Есть еще много разных. Витя Суслов есть. Вастя Шевчук есть. Много таких народов. В Академии наук есть очень серьезные люди. Надо их поискать просто. Надо их поискать. Не мелких таких, которые, как говорится, не блюдечки надо искать. А такие здоровые, как бы, чаны, куда можно много налить. Которые головой работать умеют. Ну и надо, чтобы страх внутри был против того, чтобы бабло тырить. Самое страшное, чтобы не были клептоманами. Если серебряную ложку не украл, когда пришел чай пить к гостям. Вот такие нужны. Поэтому я полагаю, что, конечно, визит Путина в Монголию просто фурор. То, что я вам объяснял, они договорились, будет и уже заканчивают техническое обоснование этой. 960 километров будет этот газопровод. Там они его называют Восток-Сибирь или что-то такое. Что, Восток? Непонятно. Он будет западать, и он будет забирать газ, который идет в Европу. Ну, естественно, пойдет на азиатские страны. Это очень большие пространства. И уже договорились, что и Монголии будут давать по льготной цене газ. Там будут ответвления. Москва будет строить его, будут заняты и монгольские рабочие. То есть, всем очень выгодно. Очень выгодно. Плюс будут реконструировать их там уланбаторскую эту какую-то ТЭЦ. Очень там важно ее привести, модернизацию сделать. Плюс там уланбаторскую железную дорогу. То есть, очень много всяких проектов будет Россия делать. Ну, плюс денег дадут. Плюс все остальное. Обучать будут тысячи монголов в своих университетах. То есть, они конкретно дают им программу действий за то, что они плюнули, так и растерли этот гаагский трибунал нафиг. И за это получат большие преференции. Ну, то, что Монголия как бы это сделала, понятно. Но самое главное, создан прецедент. Когда слили в унитаз, это весь суд гаагский. Еще раз говорю, 137 стран подписало, 124 страны ратифицировало римский устав. Это означает, причем там Африка, Азия, Латинская Америка, что теперь Путин будет ездить, куда он захочет. Все. Монголия показала пример. Это при том, что их монгольского судью избрали в этот суд в этом году. Дали им очень полномочия большие. Они дали клятву на верность этому суду, что Путина арестуют, когда он приедет. Что будут четко выполнять все требования. Не, они его взяли и выкинули нафиг. Вот такие события происходят. Видите, как все бывает.